Компания Facebook в конце прошлого года поменяла свое название на MetaPlatforms, чтобы продемонстрировать свой фокус на развитии направления метавселенной. А вот буквально недавно, 9 июня, поменялся и тикер их акций – CFB на Meta. Я уже как-то делал анализ этой компании, где-то полгода назад, и с тех пор цена сильно изменилась, и, надо сказать, не в лучшую сторону. С начала года акции упали более чем в два раза. Одним из важных факторов, повлияющих на это, стала новость о том, что количество ежедневных активных пользователей Facebook сократилось с 1 млрд 930 млн до 1 млрд 929 млн, то есть сократилось на 1 млн. Ну и плюс новая функция Apple, которая позволит их пользователям видеть, как используются их данные, такими приложениями, как Facebook, и по желанию они могут заблокировать доступ к своим данным. Такие изменения ударят по доходности Facebook, так как она использует данные пользователей устройств для предложения таргетированной рекламы. А, соответственно, если не будет данных, то и нужную рекламу они предоставлять не смогут. Как отметил финансовый директор Meta, такой ход Apple может стоить им как минимум 10 млрд в выручке в 2022 году. И на фоне таких новостей инвесторы не заставили себя ждать. Началась молниеносная распродажа акций компании. И за один день акции упали примерно на 26% с $320 до $237. Это было одно из самых эпичных падений за этот год. В этом видео мы с вами пройдемся по главным поинтам последнего квартального отчета компании, а также и по обновленным финансовым показателям. После чего обязательно рассчитаем с вами актуальную реальную цену акций Meta с учетом всех этих новостей. Всем привет, меня зовут Вернар и это канал про инвестиции, личные финансы и финансовую независимость. Здесь я обычно разбираю компании, а также делюсь с вами разной информацией из мира инвестиций. Если вам все это интересно, то обязательно подписывайтесь на этот канал, а также на мою страницу в инстаграме. Также у меня есть и страница на патреоне, где мы оцениваем по 3 разные компании в поисках недооцененных акций. Если вы тоже хотите получать больше оценочных видео и не пропустить хорошие компании за хорошую цену, то приглашаю вас и туда. Ссылка будет в описании под этим видео. Meta это одна из крупнейших компаний в мире, которая владеет таким платформами, как Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger и Facebook Reality Labs. Последний занимается продуктами дополненной и виртуальной реальности, включающей Oculus Quest и Portal. Основным источником дохода, как я ранее говорил, является реклама. Но кроме нее, относительно небольшой доход они также получают от предоставления аппаратных устройств, а также от комиссии разработчиков. В последнем отчете за первый квартал 2022 года компания показала, что ежедневные пользователи Facebook не только вернулись, но еще и выросли на 4% по сравнению с прошлым годом. Да и относительно предыдущего квартала они тоже выросли. Кстати, вот оно, то уменьшение в пользователях, которое обрушило их акции. А если смотреть на все семейство социальных сетей, куда входят Instagram, WhatsApp, Messenger и Facebook, то их ежедневные пользователи тоже увеличились на 6% за год, составив 2.87 миллиардов пользователей. Месячные показатели тоже выросли на 6%, составив 3.64 миллиарда юзеров, что по сути половина населения Земли. Также сам Facebook показал 3% роста по среднему доходу на пользователя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Именно этот показатель Facebook должен и будет со временем увеличивать, так как количество пользователей их платформ скорее всего будет стагнировать или же будет расти очень медленными темпами. Этих пользователей и так уже 3.5 миллиарда, так что бурного роста точно не будет. Но если они будут увеличивать доход, получаемый с одного пользователя, то смогут расти и дальше. Ну и плюс направление Метавселенной, которое в будущем потенциально будет приносить какой-нибудь доход. Сейчас одна акция Мета стоит примерно 157 долларов и с начала года она упала на 53%. За год то же самое, а за 5 лет он в плюсе, но всего на 1%. Получается сейчас они откатились на 5 лет назад. Теперь давайте взглянем на финансовые показатели компании. Рыночная капитализация Мета при ее нынешней стоимости составляет 525 миллиардов долларов. Значение коэффициента или же мультипликатора PNE составляет 14. Среднее значение за последние 5 лет 20. Это значение показывает нам, сколько готовы заплатить инвесторы за 1 доллар прибыли компании. Мета не выплачивает дивиденды, а Return on Invested Capital, ROIC, или же рентабельность инвестированного капитала у компании за последние 5 лет равняется 16%. Мы же хотим, чтобы он был не меньше 9%, то есть у Мета хороший показатель, и они неплохо справляются с тем, чтобы получать прибыль с инвестированного капитала. Теперь посмотрим на отчеты о доходах. Выручка компании за последний год составила 120 миллиардов долларов, 5 лет назад было 44 миллиарда. Рост за этот период составил 167%, а за 10 лет выручка увеличилась почти в 25 раз. Если смотреть по сегментам, то можно выделить рекламу, которая принесла за 2021 год почти 115 миллиардов долларов, что на 37% больше, чем годом ранее. Другие доходы составили 721 миллионов и выросли на 10%. И сегмент Realty Labs заработал 2.2 миллиарда, рост составил 100% по сравнению с прошлым годом. В Realty Labs входят доходы поставок потребительских аппаратных устройств, таких как MetaQuest, Facebook Portal и портативных устройств, а также соответствующего программного обеспечения и контента. Теперь перейдем к чистой прибыли компании. За последние 5 лет она выросла с 18 миллиардов до 37 миллиардов. Рост составил 109%. Далее смотрим на количество акций в обращении. Покупая акции компании, мы становимся завладельцами бизнеса компании. И если компания решит выпускать еще больше новых акций, то нам придется делить условно, так сказать, прибыль компании с еще большим количеством инвесторов. Поэтому наша доля в бизнесе сократится. Но если же компания будет выкупать свои акции обратно, то наша доля, соответственно, будет увеличиваться. 5 лет назад у Meta было 2.89 миллиардов акций в обращении, а сейчас 2.73 миллиарда. То есть сократилось примерно на 5,5%. И это хорошо, к тому же и акции торгуются дешево. Что еще лучше? Далее смотрим на свободный денежный поток или же Free Cash Flow. Это реально свободные деньги, которые остаются у компании после всех расходов на поддержание бизнеса. Эти деньги компания может потратить на обратный выкуп своих акций, выплату дивидендов, поглошение долгов, реинвестирование в свой же бизнес или же для поглощения каких-нибудь других компаний. Свободный денежный поток за прошлый год у них составил 40 миллиардов, а 5 лет назад почти 18. То есть вырос более чем в 2 раза. Среднее значение за этот период составило 24.33 миллиарда. Теперь нужно оценить долги компании. Ведь компания с меньшим долгом имеет больше шансов выжить при кризисах на рынке, чем такая же компания с большим долгом. Для того, чтобы оценить, мы с вами возьмем среднее значение денежного потока за 5 лет и умножим это на 5. И получим примерно 121 миллиардов долларов. Сейчас же долгосрочных обязательств у компании всего на 20 миллиардов. То есть при желании они могли бы их выплатить меньше, чем за год. Даже общий долг компании всего 41 миллиард. У них там текущих активов на 67 миллиардов. Так что у них проблем с долгами нет. Итак, по финансовым показателям мы прошлись. И по ним сейчас компания выглядит довольно-таки здоровой. Теперь нам нужно с вами рассчитать ту цену, которую бы мы хотели заплатить для такой компании при нашей желаемой доходности. Для этого мы с вами сделаем предположение насчет будущего роста. И на основе этого рассчитаем цену. За последние 10 лет выручка мета росла на 41% в год. За последние 5 лет на 28%. А за последний год рост составил 27%. Сделаем расчеты на 10 лет. И учитывая новые данные, давайте возьмем 5, 7, 9%. Если примерно посчитать, то за последний год выручка компании составила 120 миллиардов. И при росте 5% в год в следующие 10 лет, ее выручка должна вырасти примерно до 195 миллиардов. А при росте 9% в год до 285 миллиардов. Маржу прибыли давайте возьмем 30, 31, 32%. Маржу свободного денежного потока сделаем такой же. Для ПНЕ возьмем значение 13, 15, 17. Для денежного потока сделаем то же самое. Желаемую годовую доходность, как обычно, ставим 12%. Так как инвестируя в отдельные акции, мы с вами берем на себя дополнительные риски. Поэтому и ставим желаемую доходность выше того, что может предложить нам рынок в среднем. Да и плюс это еще и запас безопасности на случай, если мы с вами где-то ошиблись. Если не хотите тратить время и силы на анализ отдельных компаний, то всегда можете инвестировать через индексные фонды, так сказать, покупая ETF и на широкий рынок. Покупая одну акцию такого ETF, вы сразу купите кусочки нескольких сотен, а то и тысяч компаний. К примеру, ETF на S&P 500 исторически в среднем дает 9-10% в год. Итак, на основе наших предположений мы с вами получаем следующие цифры. При наших самых высоких ожиданиях справедливая цена за акцию мета примерно 301 доллар. При средних расчетах реальная цена где-то 234 доллара. И при самых низких ожиданиях она опускается где-то до 182 долларов. Но все эти значения значительно выше нынешней цены. Даже при самом консервативном предположении цена выше нынешней на 16%. Не говоря уже об оптимистичных сценариях. Кстати, давайте посмотрим, как изменится цена, если мы увеличим нашу желаемую доходность до 15%. На случай, если вдруг у Facebook вылезут еще какие-то проблемы. В таком случае цена будет варьировать от 150 до 244 долларов. И при средних значениях где-то 191 доллар. Даже так, самая консервативная цена не так уже далеко от нынешней цены. Теперь давайте глянем, что там аналитики думают насчет будущего роста компании. Они ожидают рост на 43% в следующие 3 года. Это примерно 12% в год. Также можно посмотреть на их предположения насчет целевой цены мета. На основе оценки 44 аналитиков рейтинг акций сложился в районе покупать. А цены варьируют от 215 долларов за акцию до 466 долларов. Со средним значением в 303 доллара. Но, как обычно я и говорю, не стоит покупать что-либо просто потому, что кто-то так считает. Делайте всегда свой анализ и только потом принимайте решение. А что вы думаете насчет компании мета? Сможет ли она реабилитироваться? Пожалуйста, поделитесь в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал и ставить на колокольчик, чтобы не пропускать будущие ролики на канале. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Вернар. Увидимся в следующем видео. Всем пока.